Всем доброго времени суток! С вами Таня Виктория. Мы все с нетерпением ждём лето, чтобы отдохнуть на море. Тема сегодняшнего занятия – отпуск на Чёрном море. На Черноморском побережье России много прекрасных мест. Многие знают город Сочи на Чёрном море. Чёрное море находится на юге России. Это очень популярное место отдыха для жителей России. Всё лето на Чёрном море хорошая солнечная погода. Днём всегда жарко, а вечером и ночью тепло. Дожди здесь бывают редко. На пляжах Чёрного моря обычно очень много отдыхающих. Особенность пляжей – редко бывают волны, потому что пляжи отгорожены громадными волнорезами. Погода в Сочи летом прекрасно подходит для курортного отдыха. В Сочи есть всё для хорошего отдыха молодёжи. Чистое море, пляжи, развлечения. На Чёрном море находятся лучшие курорты России для детей. Здесь есть аквапарки, дельфинарии, парки с аттракционами. Сочи – один из самых протяжённых городов на Земле. Он тянется вдоль береговой полосы на сто сорок восемь километров. На берегу Чёрного моря около Сочи есть горные каньоны и подземные пещеры, реликтовые леса и заповедники, водопады и озёра. Красная поляна – это известный горнолыжный курорт около Сочи. Летом там можно погулять по пешеходным тропам и посетить древние дольмены. Гордость парка Ривьера – розовые аллеи. В парке много-много роз. Цветы поражают своей красотой. Парк – место романтических свиданий. В Сочи много отличных кафе и ресторанов. В этих заведениях можно вкусно поесть, насладиться живой музыкой и просто долго разговаривать. В городе Сочи есть дендрарий. Там собраны сотни видов тропических растений. Там обитают редкие птицы. Летом в дендрарии всегда много туристов. По канатной дороге Дендрария можно быстро попасть в верхнюю часть парка. Длина дороги девятьсот восемь метров. Ходят по маршруту два вагончика. Из них открывается чудесный вид на город – Черное море и заснеженные горы. Прогуливаясь по берегу Черного моря, можно увидеть дельфинов. Иногда они подплывают к самому берегу. Можно посмотреть шоу с дельфинами в Сочинском дельфинарии, самом большом в Восточной Европе. Продолжение следует... Продолжение следует...